В субботу президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины. В Вашингтоне вновь заявляют, что война может начаться в ближайшее время, но сведений о том, что Россия приняла окончательное решение, у Белого дома нет, по словам его представителей. Тем временем более десятка стран призывают своих граждан покинуть Украину. Любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее в течение ближайших 24-48 часов. Если вы останетесь, вы берете на себя риск. И не будет никакой гарантии того, что представится еще какая-либо возможность уехать. И не будет никаких перспектив эвакуации при помощи военных США в случае российского вторжения. Вашингтон не прекращает материальную поддержку Украины и увеличивает контингенты в Польше и Румынии. В США считают, что Россия уже сосредоточила у границ достаточно войск, а совместные российско-белорусские учения лишь усиливают напряженность. По словам генсека НАТО, такого числа российских войск в Беларуси не было за всю постсоветскую историю. В России же утверждают, что численность не превышает установленных лимитов, но тем не менее Москва добровольно проинформировала Запад об учениях. Они должны закончиться через неделю. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее, но далеко не по вине Москвы. На Украине же вновь призывают не обострять ситуацию. Глава МИД страны Дмитрий Кулебов пятницу заявил, что призыв к американцам эвакуироваться не свидетельствует о радикальном изменении ситуации.